Здравствуйте! Ну что ж, я потираю руки в ожидании больших перемен в Краснодарском крае. Совершенно недавно, вот прямо на днях, было арестовано имущество у Александра Чернова. Александр Чернов – это бывший председатель Краснодарского краевого суда. Это ключевая фигура. И если у него, а вот если по списку посмотреть, там не только у него, а еще у его номиналов, то есть на кого он это имущество оформлял, арестовали. Вот посмотрите на список. Насколько тянет все это имущество, арестованное у Чернова? Ну где-то около нескольких миллиардов. И это только небольшая часть. Есть все основания полагать, что это именно так. И к нам в редакцию уже обращаются, давая информацию о том, что еще не арестовано. И там очень большой список. Мы, конечно же, все это передадим в прокуратуру генеральную. Мы смеем надеяться, что еще будут аресты имущества. А может быть, со временем и людей, которые причастны к тому, к той системе, у истоков которой Александр Чернов стоял. Да, он уже сейчас не судья. Но его команда, которая с ним начинала, которая с ним работала, она до сих пор, есть такое предположение, рулит в Краснодаре, в краснодарских судах. Мы можем тут вспомнить Кисляка, о котором мы тоже много чего говорили. Как раз это и история о председателе Совета Судей Кубани Кисляке Владимире Федоровича. А тотальный контроль за всеми делами в краевом суде в настоящий момент. Ему же накануне списками подают дела председатели составов с результатами решений по судебным заседаниям следующего дня. И не дай бог, по итогу заседания решение не совпадет с результатом по списку. Если верить тому сообщению, которое пришло мне от наших доброжелателей, а это герои, они понимают, что они рискуют. Это настоящие герои. Если это так, то получается, что все судебные заседания, которые проходят в здании суда, это фикция. Это спектакль с определенным сценарием, с известным концом. И этот конец утвержден не в результате вашего состязания в процессе, не в результате вашего выступления, доводов, приобщения материалов, документов, а в результате беглого, 5-секундного согласования с Кисляком Владимиром Федоровичем. И вот кажется, что-то начало меняться. Сколько мы программ сделали о Краснодарском крае. И тут А в игру. Вот недавно у нас вышел фильм о том, как дела в Краснодарском крае обстоят с мусором. Как люди зарабатывают, определенные люди зарабатывают с помощью мусора. Я, поймите, я не хочу сейчас говорить про всех, про Следственный комитет, что там все продажные, про МВД, про судей. Нет. Есть честные, хочется во всяком случае в этом верить. Но ситуация такова, что с Краснодарской системой правосудия, что с Краснодаром давно нужно было что-то делать. Только уголовные дела, аресты имущества, посадки. Только так. По-другому никак невозможно. Договориться нельзя. Она сама не излечится. Нужен доктор. И доктор нужен из Москвы. И, кажется, он подъехал в лице Генеральной прокуратуры. Пока что в лице Генеральной прокуратуры. Я думаю, там и Следственный комитет, и ФСБ подтянутся. Потому что там работа непочатый край. Там работать, работать и работать, выявлять коррупционеров. Да, кто-то избежит, я согласен. Кто-то, возможно, даст показания на своих коллег. Но с этой системой нужно что-то делать. Вот недавно был арестован Алексей Копайгородский. Это бывший мэр города Сочи. Все обвинения, которые были в СМИ по поводу Алексея Копайгородского. Это то, что и там одежда у него около двух миллионов стоит. И то, что имущество принадлежит его семье, супруге Алексея Копайгородского. Принадлежало еще до того, как он женился. Мы сейчас разбираемся в деле, потому что там все не так однозначно. И арест такого чиновника, мэра, даже бывшего мэра города Сочи. Это больше. Там больше политического, нежели криминального. В ближайшее время мы вам более подробнее, мы сейчас собираем только информацию, более подробно расскажем, что происходит и с Черновым, и с бывшим мэром, экс-мэром. Что дальше ожидать? Мы следим за ситуацией. А пока что, до свидания.